Бывало ли у вас так, что вам задают приблизительно такой вопрос «Что ты знаешь об этой стране?» И порой, кроме как столицы, бывает и сказать нечего, а иногда случается, что и её назвать сложно. Давайте будем это исправлять. Смотрите нашу подборку «5 фактов о стране, которую должен знать каждый». Сегодня поговорим о Болгарии. И факт номер один, с которым мы будем начинать всегда – это столица. Столица Болгарии – София. Своё название она получила в честь храма Святой Софии, который на сегодня является древнейшим храмом Болгарии. Что ещё есть в Софии? Самая старая тюрьма Болгарии, прямо в центре города. Термальные минеральные источники, количество которых в Болгарии меньше разве что, чем в Исландии. А ещё в Софии есть горнолыжный курорт. Болгария располагается на востоке Европы. Там есть горы, Балканы. Они занимают 22% площади страны. А на востоке Болгария её умывает Чёрное море, побережье которого растянулось на 400 километров. Немалоизвестный факт, что Кирилл и Меходий были у истоков создания кириллицы. На самом деле они создали глаголицу, а их ученики, во главе со святым Климентом Архицкий, разработали саму кириллицу. Также болгары придумали первый в мире компьютер ЭВМ, первые в мире электронные часы, автоматическую коробку передач, ксерокс и противозачаточные. Болгария входит в состав Евросоюза, поэтому её жители спокойно могут жить и работать где угодно в Европе. Но в то же время она не входит в Шенгенскую зону, соответственно, на границе есть обязательный пограничный контроль, которого обычно не существует в Шенгенской зоне между странами и участниками. Болгарский перец – это сорт сладкого перца, который вывели местные селекционеры. К слову, в Болгарии этот перец называют пиперка или чушка, но никак не болгарский перец. Кстати, есть ещё такая штука, как болгарка – это угловая шлифмашинка. В Болгарии её тоже так не называют и знать не знают, что такое болгарка, и что по-русски этот инструмент называется именно так. А почему, спросите вы? А всё потому, что в 70-х годах в СССР в Болгарии было дешевле всего закупать эти инструменты. Да и сами болгары их везли, отправляясь на заработки в Москву. Так вот и вышло, как с ксероксом. Из-за подавляющего множества инструментов болгарского производства его стали называть именно так – болгарка. Вышло немного больше пункта, но я надеюсь, вам понравилось. Если да, делитесь видео с друзьями или ставьте свой лайк с царского плеча. А на этом всё, до новых видео, до новых встреч, пока!